Так, подожди-ка, я тебя спрошу, а для чего я о долгах заговорил? Никогда не говорил, а вдруг заговорил, не потому что задали, и потому что позвонили о долгах, лезут. И зачем я спрашиваю часы, которые вы отработали? Слушай внимательно, так, уйди оттуда, спиной повармоз, сделай, так и суетись. Зачем, я спрашиваю? И вплетаю сюда, кто сколько работал, кому задолжал, любовью. Хотя может никогда не рассчитаться, а может и рассчитаться. Но это чувство любви. И когда я посылал, каждое утро распределяю, братья свободные, Владимир Демченко, Владимир Галендухин, вы идите туда, к Вите, работайте. Ни о каком заработке речи не шло. Они приехали зарабатывать. Поможешь брату? Но это взаимная любовь, и ни с чем, кроме взаимной, кроме. То есть это долг остается, он так называет это долгом. Если для личного, лично для тебя это делали. Ну, для чего? Для чего? Вы попросили Виктора помочь на общественных работах, за которые деньги вы не платите. Вчера? Он отказался. Сколько просил? На сколько? Ну, я не знаю. Два-три часа максимум. Что у меня никого нет, вот этот Коля совершенно нет. Раз за разом я к нему возвращаюсь, нет. А что? Я занят. Чем же ты занят? Машину ремонтируют? Ремонтируют ты можешь после обеда, можешь сегодня ремонтировать. Мы там все, нам нужно уйти оттуда. За нами приезжают. Понимаете, залез под машину никак не вылазить. Видите, мы очень нуждаемся. Времени нет. Но у тебя сколько дней работали? Третья речь идет о сотни часов. Не о двух часах. И притом я прошу не для себя, выживайте в деревне, не я. И там нужно только... Ты будешь уталкивать землю. Мы все распределили. Вот эти Коля просят, таскают Петра. Я вынуждена жена, это был, пойти к Глину. Я возвращаюсь, снова его прошу. И внутренне думаю, он пойдет. Прихожу там, его на работе там нет. Это крайне тревожная обстановка. Крайне тревожная. Я подумал, не зря у тебя так сейчас все в жизни идет. Это через это тебя Бог учит. Никто не научит, а это научит. Я прошу, у тебя есть на чем поехать. Сейчас едет машина туда. Садись с нами, потаскать на наглину. Прось, отаскают. Девчонка. Два-три часа. За сотни часов. Который лично для тебя делал. Это не лично. Но долг твой, он гасится здесь. Пойди, не под каким видом. Я уже не говорю, заглянул к Сашке. А я занят. Суровое такое, старообрядческое лицо. Саша, мы очень нуждаемся. Нам скорее надо оттуда уйти. У нас времени нет. Я сказал, я занят. И дверь захлопнулась. То есть, это не один, не два. А кому пойти? И Сашки пришел, поработал. Ну я пойду домой. Как пойдешь? Мы же не кончили. А то значит твоя работа на меня ложится. Я кувалду начинаю забивать. Когда кувалду в руку не могу. Мне нельзя сотрясать позвоночник. А я бью и бью. Потому что Володя занят другим. Папа отпустил меня до пол первого. Причем тут папа? Они поехали. И дома никого нету. Все дома скотины, ничего нету. И ты уйдешь. Начинай его уговаривать. Убедил Исааки. Ну ты понимаешь, ты ушел. Но работу должна быть сделана. Два часа нам некогда. Три часа. Мы не можем уйти. Нам надо окончить ее. Окончить. А ты бросил, пошел. А было так. Было. Было. И Виктор нас так же точно бросал на другой работе. Это не сегодня, не второй, не третий раз уже. Я собираюсь в Барравул. Все погружено. Машина подана. Поехали. Гололед. Да какой гололед-то тут? Никакого гололеда нету. А на аспарте там гололед. Ну нету машины идут. Трассы все заполнены машинами. Отвези нас. Кончилось 10 октября. Не поехал. Я пошел к Андрею. Андрей неожиданно такой, я там делал. Ну ладно. Завел машину, поехали. Нигде гололеда нет. Даже одного квадратного метра. Представь себе. Это все идет из одного и того же. Вы как будто не видите, какие симптомы буквально смертельные. Я не стал ему говорить здесь, он тогда, я и здесь не буду, не буду приходить, еще такое будет наворачивать. Это даже по-мерзки никуда не годится. Он привез Андрея нас, разгрузил, уехал домой, все благополучно. А это нет, договаривались. Договаривались заранее. 10 июня я заезжаю. Ко мне приезжают. Он приехал из Черного с ребенком. А может, отложи дня на два. Видите, ты только сумасшедший. Но ко мне люди приехали. Назначено месяц раньше. Какие дела? Молчит, какие-то дела. В Богородье везде одно лучники не посадил лучники. Ничего лопатой не копнул. Богородье вообще чисто. Ни помидора ни одного нету. Ни огурца ничего нету. Как это так? Симптомы смертельные. Я его убеждаю, Витя, сколько у тебя работали. Что, уехал девчонка, у тебя деньги, ты будешь платить ему? Когда он помогает сам. Он не просто помогает, а серьезно помогает. Вот, виталия работает. И вот я ему говорю, выводы нету, уже замкнулся и ставил. Я начинаю дальше исследовать. Почему вы не исследуете? Я вижу, все, что у него сейчас случается, это не случайно. Почему? Ежедневно за него боремся. И Бог подставляет так, что теперь, как говорится, будет. Как кара с на сковородке. Ты работаешь с ним, и скажи, Витя, как ты мог отказаться? Тебе, Игнатий, говорил, что там одни дети, самые малые, все разъехались. Недого человека нету. Нету. Никите, если доделать, оно будет сделано не так, наоборот. Копать, сказал, здесь, перехожу, копаю в другом месте. Вот так вот, на противоположное. Разрушает ту стенку. А сказали там, я говорил, вчера здесь нельзя. Кончилось, здесь можно. Я сказал. Если забивает будет, вот так вот забьет будет где-то. Вы что делаете? Ты можешь это сделать. А раньше он был, так вот, частично. Частично это проявлялось. Вот так. Никому ничем должен. То есть ограничивать долг твой только в том, что тебе оказана любовь. А любовь, где оказана была? Любовь в средствах, любовь в работе, любовь в гостеприимстве и прочее. Речь идет о Нионе, отработали сотни часов. Не сто, а сотни. И он ничего в день не сделал. И они делали и грязную, и пыльную работу. А я прошу, для вашей деревни, три часа, самое больше, а три не получилось, даже там два с половиной. Ни под кохимидом, бесполезно говорить. Нам рту упертый. Ты вот будешь позаботиться, это наш брат. И он нуждается в помощи. Вопрос очень серьезный. Ты просто добейся, скажи, почему ты не пошел туда? Куда она машина денется? Машина ремонтирует, это несрочная работа. Если уж по большому счету, так машина-то моя. Я на него переписал, и все уж. Я сегодня с ним как раз на эту тему разговаривал. Но насчет машины, говорю. Я понимаю, допустим, я работаю на машине, я на ней зарабатываю. Если я ее не отремонтирую, и она у меня стоит, я без прибыли. Мне ее срочно надо сделать, и срочно на ней работать. А газель какая? Он соглашается, что да, это не срочно. А эта-то стоит машина, когда надо, съездил, опять поставил, и все здесь полностью передал ему. И что ты не заботишься? Колесо снял. Ничего-нибудь, что еще колеса не были сняты. Вот три часа вернись и лежи под машиной, день и ночь фонарь зажги. Какая срочность-то, когда там у нас буквально горит. Отработу-то какую проделали? Мы вернулись сюда, Ерема приехал, договорился с Терентьевым, Ерему послали, он заодно не может впятиться. Буквально в ворота не может въехать. Все равно нас отвез. Все равно как надо. Вот такое дело. В прошлый раз Аша был, а мне надо идти. Все, развернулся. Стал, тряпнулся, никому ничем не должен. Видя, ну оставься, ну ты ушел, теперь эта работа на нас ложится. То, что ты делал, носил бедра, их все равно носить надо. Носить должен я теперь, мне нельзя, у меня позвоночник. Я с ведром сейчас вот кое-как, ему даже мужей нету, жестокосердие. Я ему не говорю, потому что дальше будет совершенно неправильное действие о том, чтобы не приходить, не быть, не поесть. А я говорю, ходите, ешьте бесплатно, Марина накормит всех. Тем более у нас питание всякого по-за глазах. Попробуй пробить эту броню. Это абсолютно ненормальный отцел. Я тоже за ним замечал, как он женился, он как изменился. Может быть, он думает, что в первую очередь нужно семье обеспечить, а общественная работа на второй план. Оно и тот раз тоже, я помню, у тебя был разговор, кто же, где сейчас Алексей живет в домике-то, и там вот Малютиным, кто там раньше жили, где вот Алексей сейчас живет? Напротив Малютиных-то. Гарбунов. И его просили, помоги, Малютина, помоги. И вот он там едет в второй домик, там вот и отстроит. И вы, по-моему, говорите, первое дело у себя сделай в доме. У тебя ничего там не сделано, то есть там жена-то роптала у него. Дома ничего не сделано, но ты другим помогаешь. Вот, меня тоже эти слова немножко смутили. Я считаю, что первое, на первом деле это общественное, а свое личное, эгоизм, надо его утромбовывать. Но когда дело касается семьи, тут надо, ну... Да у него о семье не заботятся, семья о нем заботятся. Чего он может семье помочь-то? Его зарплата, так это, фу, нету. Самая низкая зарплата учителя в Латайском крае. Чего он может помочь-то? Другого зарплата никакого нет. От машины зарплата не зависит, он не ездит. И пойти-то куда? Для вас же всего три часа. Тут вообще ничего не стыкуется. Это просто презрение. Ну, я все это сглотнул, пошел сам давай ведра накладывать, клинусом таскать, и все равно мы сделали. Не, ну, однако на камне же он с нами ездил, работал, помогал. И нормально помогал, а тут... Не полностью он... Ну, вот возьми, ехать туда. В раз, отказался, и мы остались. Пошел к Андрею. Ну, это не один, не два раза. Нынче тоже. А вот, можно, наверное, отложить. Да как отложить, когда люди собрали, все оповещенные, приехали из Красноярского края, она сидит у Татьяны. Как отложить-то? Еще чего отложить-то? Ни слова не говори. А еще такой вопрос, я ему-то не задавал, может, ему надо задать. Помните, разговор был вы, я присутствовал, и если вы поедете, вы давали деньги на надолго, с таким условием, что если во Франции будете проматывать, то деньги вернули. Помните этот договор? Да, конечно, я так и сказал. Он во Францию же ездил. Ездил. И получается договор нарушен? Нет, не нарушен. Он платил за дом, здесь я остаюсь, эти деньги погасили, и все. Он оформлял дом до этого. И теперь я говорю, ладно, это долг погашается, который я тебе дал, как будто это я оформлял. А что, оформление так дорого стоит? Конечно. Это дорого стоит. Оформить дом, земля там и прочее. Он оформлял. И что он вам эти деньги как бы получал? Он вам эти деньги погасили, и все он мне не должен. Я заранее говорю, почему? Когда потеряю, когда все равно строится, а я проехал в Америке в 92-м году, и мне там подавали, были деньги-то, но мне подавали. А я здесь назначил каждому пенсиону. Вот столько-то, чтобы хлеб был, дожили на весны, тогда у вас что-то появится, скотина. Но при условии, что не ездить никуда, не в железнодорожную кассу деньги отдать. А если кто-то будет по-другому, деньги вернет эти. И деньги-то исчислялись как? Сколько на эти деньги можно купить белокирпича, красного, досок или цемента, или шипера? Вот четыре. И отдавать, когда будет, инфляция была. Столько, чтобы я мог купить шипер и кирпича. И даже один был здесь, который ушел вообще из православия, он пришел в университет, и мы сидели, подсчитали, он заплатил деньги и поехал. Я давал сетку, рапицу, бесплатно я покупал, целый КАМАЗ привез. Кто будет уезжать, все остается здесь. Это в уставе написано. Для вас здесь, для потеряевки, и для того, чтобы ты продал и поехал. Ну а вы ему на дом сколько давали-то? Я сейчас не знаю. Сколько-то, может быть... Но дом-то есть двести стоит. Не знаю, что-то у него было. Сейчас я не могу точно сказать. Но я вам сказал, что я тебе помогу, но при условии, чтобы деньги куда попало не тратили. Бесплатно. Деньги безвозвратно даю. Но никуда не ездить. Не в министерство путей сообщения отнести деньги. Чего не надо-то? Это мое право. Тут у меня были, которые просили взаймы цемента. Вот Миша Никитин. Надо цементу было, кирпича просто шифров. У меня все было. Я заранее купил много этого. Я даю под условие, что ты вернешь это. Но пока не вернешь, ты грамма в рот не возьмешь ни водки, ни пива, ни брачки. Распишись ты. Твоя жена Татьяна. Расписался батюшка. Пошел и расписался, с кем выпивает в Дякона. Все расписались у меня. И он выдержал, говорит. И на свадьбе, когда был, у Алексея Забуляк дождался. Я говорю, ну как? Да какая-то свадьба. Поговорить не о чем. Не выпить, а поговорить. То есть, жар горячий, пар горячий. А там вся же Тимбинка. Высоцкий говорит. Баньку по белому. И вот здесь такая же история. Николай Киричкову так же давал. Он матерился. Прямо раздевается матерей кровет. И я ему дал же. И под долг расписалась жена, что нигде возникать не будешь, не будешь материться. И он выдержал два года, не мог рассчитаться. А потом этим... То есть, что я сделал не так-то? Вернул, брал 50-60, 50 и вернул. Но это время, чтобы ничего не было. Ты обещаешься, смотри. Моя задача, чтобы вы были христианами настоящими. А это так. Он не считает себя должным. А я рассчитаюсь. Никто за деньги не работал. Я к тому говорю, что ты-то поступил не так. У них тоже дни были высчитаны. Они приехали. Он уже этот вариант, он же тоже, он просчитал. Он так. Это значит, он спрашивает, сколько часов отработали. Он понимает по совести. Если мы, допустим, отработали, сколько нас там, Никита работал, я работал, Галендухин работал и из Италии работал. Демчинка. Демчинка. Каждый, допустим, отработал у него в течение месяца, ну пусть 20 дней там с выходными, по 8 часов. 20 на 8, по 10, по 10, 20, по 10 часов. Это уже 200. Каждый отработал по 200. Ну меньше, возьмем 100 уменьшим. Даже возьмем еще уменьшим, 50 ты ходил 5 на 10. Ну это неправильно. По 50 часов, 4 человека, 200 часов. То есть он понимает, что теперь 200, там 200 и тут 200. Ну не 200, а 400. То есть он понимает, что если я сейчас соглашусь, на взаимную любовь, мне-то надо отдавать 400 часов. А где он 400 часов отработает? На взаимной работают. Честная работа, мужики, на помощь. Ему, во-первых, надо сарай построить, то есть ему время нужно, он жену ждет, ему надо все приготовить, скотину завести, деньги. Опять же, если он с нами будет, он не будет денег скотину купить. То есть он такой... Нет, я ничего не прошу, я к тому, чтобы усыдить. Тебе дали в долг, и никто не просит. Я просто, не говорю, что даже отработаю. Но тебя прошу всего 3 часа. Делаем вообще дело, деревенское. Я по-другому не могу никак. Просят, астраивают в бедра. Я там только грешу, чтобы по одному не носили. Вдвоем. Коля там уцепился. Собирают. Сено и проще. И тебе может быть подойти. Есть работы, которые я не могу делать, бить. Мне нельзя позвоночник. Но вчера я начал пить сваи, курваны, уже и все. Мне этого нет. Носить нельзя, один ношу. То есть ребенок полный. Несу гриму, высыпаю и все. Потому что ты не пришел, а то на мне лежит. Я должен... И мы закончили. Я этим пробудить совесть пытался. Что ж ты делаешь-то? Всего 3 часа. Это для вас. Для деревни. Батюшка даже сказал, говорит, ну надо посмотреть деревенскую кассу, что там есть, нет. Я говорю, я возьму, ты думаешь, как Авраам говорит, чтобы не сказали, что обогатели меня, шнурка от ботинок не возьму. Я заплатил 153 тысячи. 12,5 за это. Сейчас по 200 тысяч только этот. Щегоня. И я не прошу, не надо, я не возьму. Почему? Мой Бог. Я прошу, молюсь и стою, жду ответа. Я не ухожу с молитвы. Господи, а откуда придет? И прям тут же, тик, тик, тик. Так. А вы деньги примете? А вы откуда? Калининград. А сколько вы хотите послать? 200 тысяч, а мне 200 и надо. Представь себе. Вот было, мне не хватало выкупить книгу 50 тысяч. Я объявил всем. Ровно 50, чтобы выплатить книгу. Остальное уже книги продал, там то другое. Нету. По звонку, по телефону, стационар звонит. Я 40 тысяч нашла. Вы не возьмете? Я говорю, в долг не беру. Если будет, рассчитаюсь, нет, ничего не считаю. Нет, нет, это так. И в это время мобильный звонит. Я говорю, минутку не отходите. Мобильный звонит. Главный банкир у Тайского края. Так, я за вами машину посылаю. Приезжайте. Вот это до... Первый раз он шел в машину. И да, у нас хорошая дружба. Дружба настоящая. Я тогда... Телефон, а там будки нету. 40 тысяч уплыли. Ну, я знаю, что будет, не знаю. Я выхожу, а у меня миндаль сми в ворот растет. Я три ветки отломил, сумку бросил, с этим поехал. Ну, и правда, машина приехала. А машина-то с обратной стороны. Секретарят, где эти секретари сидят. Два секретаря. А у него день рождения. Я еще ничего не знаю. И там банкиры, наверное, со всего Тайского края собрались. Секретарь заходит и... Кто столько пришитов? Подожди. Вот книгу моя открытая как где-то. Я его называю, навелищиваю. У меня... Отстань ты, тут как раз мой вопрос отвечает. Я говорю, я живой перед вами, я отвешу. Да нет, тут как раз то, что мне нужно. В книге, при мне. Новая книга. Секретарю я когда заходил, ей дал по веточке. Это символ бессмертия. И крестьянс говорит. А ему я одну оставил, как раз одна. Я говорю, это символ бессмертия есть. Ну, не хватает денег. Он лежу, в шкаф согнулся, что-то копается, выходит. Кай, 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 кай. Пять тысяч, что-то. Вот и тебе пока. Я в карман положил, дома смотрю, ровно пятьдесят. Он не знает. У меня чудо и чудес. А мне говорят, да вы знаете, он еврей. Вот тут и удивительно, что евреи ко мне так относятся. Мусульмане относятся так. Не знаете, куда посадить. Ну, она пишет и говорит, знаете, вот встретили такое, это из Вашингтона, Чикаго пишет. Это такой, от смерти в жизнь прямо признать. У православных такого не бывает. Это человек пережил рождение свыше, понимаете, как? И начинает объяснять. Это я увидел, это я узнал. Это то, 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 то. А потом говорит. И вдруг он говорит, что баптисты, это не церковь. И до того противно все стало. То есть я говорил, а другой говорит, Игнатий в пух и прах разносит баптиста. А они его уважают везде. Уважают. В пух и прах уважают. Несовместимое. Почему? Душа подсказывает. Я ничего не скрыл. Я сказал, как есть. Видите, ко мне отношения, если менять будет. Ну, а ради чего? Я каждое утро, как это, раз в год, так, ребята, все к Виктору. Скорее надо ему помочь. Что ты сам знаешь, где? И прошу не для себя. Вопрос-то еще в общем. Не так я их посылал, чтобы ты мне помог. Нет, ни одной секунды. И всего один раз только обратился. Один раз. Потому что работа кончается шлюзом. Я первый, второй мостик соединенный шлюзом. Мне надо закончить. Поднять. Батюшка говорит, а если вода будет напирать, как? Я знаю, больше одной доски не поднимается нигде. Он не работает. Они пропускают всю воду, а когда закрывать, уже воды нет. На всех трудах одинаково. Я теперь сделал мощнейший заслон по такой длине. Вот, в допросе. Вода, она не может пробить. По-другому. А прорвет. Прорвет бывает. Днепрогес, а прокинулся. 3000 человек накрыло. Саяна-Шушинская погибла там 70-70 человек. Не знаю, я на я молюсь. И вода будет поднята. Если она поднята будет, как сейчас мы заложили, сразу же завозить рыбу. И зимой не ловить луки долбить, а дать ей подышать, чтобы она стала живая. Они продолгают. Рыба задыхается. Глаза не открыла. Ей пятеро хватает тащить. Это тоже не дело. Вот сейчас выходили. Опять все ураган. Чашки все завалил. Никиту взял. Вырезал кодушки. И он далеко на какой-то дождь. Все. Чистая вода стоит. Мне это надо. А я не могу терять собаку. А он как сумасшедший. Палка. Плавал сегодня сколько. И тоже надо сойти. Это в детстве он получил. И вот этого не отучить. Да он вроде списан. Да ему уже 9 лет. У него уже барана Седаева здесь вот. Но мы оба одинаковые такие собрались. Вот так. Ты с Витей побеседуй. Скажи, Витя. Вот обо мне скажи. Скажи, разве это не по любви было? Люди приехали издалека. Готовятся к окрещению. Он всех нам толкает. Толкает к тебе скорее. И просит человек не для себя. И не один раз возвращаясь, ты лезешь под машину. Еще не залез, я прошу, Витенька, поехали. Машина стоит. Сейчас ты на машине идут до 3 часа. Никак. Я считаю это повреждение в разуме, в совести. Потеря веры. А вы просили его на машине, на газели поехать? Да какой газели? Зачем она мне нужна? Газела. Может быть он... Нас туда и сюда на джипе возит. Может он понял, что вы... Да он не понял. Он даже не думал понимать. У меня некуда. Мне надо ремонтировать машину. Он говорит, понимать не надо. Рядом-то Роман. Роман туда и сюда улет жив. Он ничего не боится. Сейчас садимся здесь туда. Ни под каким видом. Нет. И извинений никакого нет. Это паморок называется. Помрачение ума. Я думаю, вот и в семье это как раз через это Бог врачует. Вот так. И тут никуда уже не денешься. И притом я ни разу не вмешивался, не беседую, ни одного совета не даю. Только я говорю, ехать туда это безумие. Полное. Совершенное сумасшествие. Это уже не подкаблучник, а растертый плевок. Там что тут делать-то, когда это самое развратное место в мире. И ты поехал бы туда. В семье ни одного верующего нет. Ни работы, ни языка. И что ты? Я это говорил. Говорил в самом начале. Работать надо здесь. Поднимать хозяйство. Вот он приехал. Ничего у него нет. Как будто ничего нет. А он начинает сажать, не вижу, шевелился. Все. Смотри, Люба, женщина одна. Она две коровы, кажется, держала. Пять овечек. И дюков. Куриц шесть пород только. Ни у кого столько не было. К ней. Туда делали экскурсии. Я водил ее. Своих детей туда. А это мужчина. Это другое. Смотри, Роман приехал. Он один. Ничего нет. Это, посмотри, он ворочивает. Каждый день ездит, там копает огнеупорный кирпич. Потополяет. Придумал лазить. Я никогда не видал, как он на тополях-то. Я говорю, и ты научился этому из интернета. Он поднимает и сидит, как в кресле. На такой высоте толстого дерева. Ну, как будто бы он на диване сидит. Вот так, так, чуть-чуть дергает. Володя заводит, когда машина не дергает. А тогда еще рукой вниз, чтобы дальше рукой вниз пилу заводит. Но не меньше семи раз. А этот раз за два потихоньку дергает, заработало. И там сидит. И как же ты не боишься, так это смеется, стоит. А мы сегодня, нам надо было... Чурки нужны были под газельку-то, под колесами. Ну, а уйти-то нету чурок. Мы пошли к Роману. Он как раз там напилил. Мы заходим в огород. Ну, это... Хозяина нет нигде. Мы так оглядываемся, никого нет. Чурки вроде как уже выбрали. И он раз в этот момент подъезжает. А мы чурки-то в него воруют. Ну, и засмеялись. Ну, брат, вот нам чурки нужны. Да, ничего, ничего. А я, говорит, кирпич привез. Ну, и видите, такой уже раз. Был кирпич. Ну, а сейчас вот. Ну, давай мы тебя разгрузим-то. Поможем-то. Разгрузили ему, помогли. Все довольны. Вот он взаимованный. Приходим в любое время. Да. Он делает что-то делал. Роман, так, во сколько? Во столько-то. И мы не успели поправить. Еще раз присылают машину. Так, как раз, только закончили, он стоит здесь. Ну, сейчас вот последний гвоздь забиваем. Поехали. Так мы его в кирпич разгрузили. Он говорит, ну, давайте я хоть вас с чурками довезу до дома. Тут 20 метров-то. Ну, сели, поехали. Вот, когда... Два человека выручка, когда... Два человека. Вот это вот ее взаимовая любовь, да. Бежон живут. Роман здесь, как бы не Роман, вот сейчас сколько, у нас бы не было того, что мы делали. Это в лес пойти. Это пойти пилить, уговаривать надо. Я не знаю, сколько. А так нет. Делаешь это, Роман, он уже сварит. Все. Уже стоит у дверей. Пошли в лес. И дальше пилит, как будто вот так вот по маслу. Все. Пилит и пилит. Так, сколько еще нужно? Да уже больше, наверное, есть. Все. На машину поехали. Видите, вот, два человека живут рядом. И нам же нужно оказать... Посмотри пример. Роман ни разу не отказался. Нигде и никому. Крышу у меня Нила раскрыл. Он уже на крыше сидит. Куда ни поверни, смотришь, Роман. Там уже. Это в человеке. В человеке. И сказать, все хохлы такие вредные. Ну, он тоже оттуда звали. Молосавченко и малышу. Я не говорю тебе не судить. Вы видите, это мне так дорого. Столько мы с ним ездили, столько жили вместе. Дело в том, что сегодня он совершенно не такой. И он должник. И взаимной любовью не отвечает на это. Мне, конечно, это огорчительно. Я огорчительно не за работу только. А за то, что он... А помните Вашу песню на пророческие слова? Не дай Бог, если женится такого, Лагристан Вала теряет. Да. Сами сказали. Я на Сентраэль написал. Да. Потеряли, привидели все пророческие слова. Потеряли Вала. Но я дальше иду. Считаю, что вот это, что в себе есть, это только не без Божьей воли. Господь допустил то, что нельзя делать, и было сделано вот это, что нет. Это для того, чтобы человека уразуметь, поставить на колени. На таз он отбивается, а тут никак. Никак. Я вижу, что через это Бог вразумляет. У него было дорога, и когда ездили, лет нет, и у него захлестнет. И здесь было чуть-чуть сказали. Раз, он смылся, и где нет. А я бегаю везде, где бы, что бы он ни сделал. Такое состояние. Что-то я ему говорил, бац, и где нет. Ни в церкви, нигде. Я не ищусь. Куда ушел? В лес. То есть это было. Склонность к побегу. Это было. Я один раз в этом психотворе написал, как спрекся, рассуходил. Вот так. Так что тебе задача, ты работаешь рядом, и скажи, ты приди в это сознание, и попроси прощения у Бога. Как ты мог покинуть, когда я ему говорю, у меня только Коля, в первом классе, и он носит тяжести. Ты здоровый, дядька, Коля. А у тебя ты, Николаевич. И он для тебя как отец уже, Коля, получается. Вся безотказная, а ты боришься. Бросил нас, и мы руками разбили только. Мне было очень окорчительно вчера. Очень. Я работаю, таскаю, а сам с ним рядом. Ну почему ты не пошел? Какая срочность? Крыша протекает. Нет. Дождя нет. Все свои. И никого нет. Все уехали. Галиндухин уехал. Которые были. Все уехали. Никого нет. Он еще, знаете, какая у него... После первого сентября братья еще могут работать. Я после первого сентября иду в школу. Мне до первого сентября надо по возможности быстрее успеть сделать там... Хорошо. Это все учтено. Ну ты бы, если тебя людей-то не послали, что бы ты делал? У тебя еще крыши даже не было бы? Он бы и до первого сентября не было бы. Ребен, что вот о чем идет-то? Тебе надо быстро, тебе ты работал. Ну три часа. Так же вообще нельзя? Нет. Я еще приехал, а я еще удивился, что... Думал, ну, надо первое дело труды поднимать, а раз, квитти, квитти, квитти. Ну, понятно. Квитти, квитти. А взаимно. Да, вам обидно, конечно, я вас понимаю. Вся, братья, это у нас никакого секрета нет. Я вчера так вот резко, и не под каким вином, я раз возвращаюсь, уезжаю, снова иду. Я говорю, мне нельзя уйти. Сейчас грейдер приходит. Я еще вот так туда-сюда поехал. А мы еще идем, я, Витя и Галендухин. И батюшка нас обгоняет на велосипеде с Ренкой-то. Вы куда? Откуда? Ну, вы у Витя работали. А куда? Сюда, извините. Странно. Работали там, а есть сусибайли. Все, кто работает, все питались здесь. Как будто мои рабочие. Но я думал, Витя-то хоть устыдится как-то или что-то. Нет, иду дальше, как будто ничего нет. Понимаешь, сколько было людей до единого раза, никто у него разумел. Все здесь, это естественно. Я сказал, я тебе даю, я даю, это мои люди. Ко мне приехали, у меня питаются. Я тебе отдаю, чтобы поскорее ты взял до 1 сентября. Поскорее. И поэтому 3-5 часа, он вчера ничего не добавил, он и не делал вчера ничего. Решно еще, вот что надо добавить. Он как раз ни в стройке не участвовало. Колеса там сначала отвинчивали. Притом, когда мы дороги были, так не было часто, чтобы поломки. Никогда не было. На этой же самой машине Марианск ездил. Нет, непрерывно у него вот это что-то. Я думаю, через машину он просто проявляется. Бог загоняет на колени и, говорит, опрокидывает. Так, у тебя есть задача с Витя работать. Вот больше, а я сегодня хочу, а не у нас уже все закончено. Ну что-то другое вам помочь. Мне еще не надо помогать, у меня все есть. Идите, ребята, помогайте Виктору Николаевичу. Мой ответ один. Но вчера у меня приспищило так, что нож в горло. Ложка дорога к обеду, да. Это уже не вернуть никогда, это ушло. Это день ушел в вечность, навсегда. И навсегда он остается в памяти, как не захотел взаимную любовь показать. Ничем не будьте ножи, кроме, 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 было отброшено, пнул я его под задницу, а муж, вот. Так. Господи, это Россия, если что, сказали не так. И исправь нас всех, и помилуй. на тебя упомяем. Хвала тебе, отец и на святой Бог. Аминь. Вот говорит, от меня, Надежда Васильевна, убрать. Я ходил сейчас к урагану, уводил этого, нефиту, и там ему делал, помогал. Может быть, там присыпилось это. Ну, там земля-то чая. Где обуви? Помытая, она у меня стояла, я только что наделал. Где венчик? Ну, пошел туда, а там у него чернозем. Да я подмешу. Так, подмешите за нами, пожалуйста. Мы там все сделаем. Так. И еще.